это ревью отличается не типичной серьезностью в прошлый раз мне сказали что они достаточно профессионален поэтому сейчас я продемонстрирую вам чудеса профессионализма вы просто офигеете от тон профессионализма которые посыплются у вас из ушей начнут выпадать из ноздрей а потом брызнут из глаз словно слезы очень очень профессиональные слезы сперва рассмотрим объект нашего разбора the elder scrolls 3 morrowind проект разработки bethesda softworks сиквел к легендарному багер фолу и приквел к не менее легендарным oblivion и skyrim не говоря про всякие battle спайры и red guard of которые вышли в промежутке между 2 и 3 номерными тесс в рамках тесс комьюнити в его нынешнем виде morrowind игра чрезвычайно поляризующие три с половиной до гер фола деда считают что morrowind был началом конца истинных тесс если не самим концом подключавшиеся на этапе oblivion и skyrim а ново прибывшие ругают morrowind за плохую боевку и общую скучность неспешностью ну и есть конечно фанаты самой морки люди порой фанатичной игре преданные считающие ее и ком серии вот и попробуем разобраться как же она на самом деле то заходя отмечу что разбирать morrowind его первозданном виде я считаю нецелесообразным будучи игрой чрезвычайно модифицируемая также благодаря трудолюбивым кодером morrowind сегодня получил несколько технологических левелапов и способен в этом виде тягаться как минимум с обливионом особенно стоит отметить проекты morrowind код патчей mge решающие внутренние проблемы морровинского движка и значительно усиливающий графоний сверху присыпаем травки текстурки ландшафта новой мордочки и прически улучшенные тушки и одежки расширенный спектр неписей поездки на общественном транспорте и вот игра уже смотрится играется совсем иначе я уж молчу про гипер сборки лучшими из которых на мой скромный взгляд являются full rest repack и общепризнанный лидер оверхол который правда куда больше ломает соответствие игры собственному лору и так император септин все также видит всякие пророчествование и после очередного прихода приказывает отправить безвестного арестанта из тюрьмы имперского города на остров варденфелл который колбасит от сразу двух чум внутренних разборок великих домов религиозной вражды и проблем ассимиляции недавно аннексированных территорий в отличие от более космополитичных прежних провинций морровин отличается нетипичными терминологией архитектурой флорой и фауной традициями да и местные не то чтоб сильно любят всяких нвахов середь чужаков дряхлеющая религия храма альмсиви бодается на территории морровинда с культом девяти богов и жизнерадостными поклонниками принцев до этого острову лютуют бандиты комона тоннг империя выкачивает из провинции полезные ископаемые в общем все весело и именно тут на остров прибывает главный герой следует понимать что жанры морровинда и обливиона совершенно разные если морровинд это рпг с экшен элементами и главная задача годный рпг максимум иммерсий то обливиона skyrim это уже экшен с рпг элементами причем рпг тут это скорее такой себе рудимент чем что-то действительно нужное а объединяет эти игры конечно проработка окружения в которую бы теста умела всегда в морровинде много тонких но не доимплементированных ролевых систем есть скажем система взаимоотношений внутриигровых фракций влияющие на отношение членов соответствующих группировок игроку но эту систему настолько легко обходить что про ее существование забываешь очень и очень быстро само отношение npc к игроку тоже играет какую-то роль лишь в ограниченном числе случаев зачастую же полоска отношения влияет мало на что да и в целом очень часто вариантов решения одного квеста слишком мал хотя в то же время есть ряд случаев когда морровинд врубает крайнюю передачу и дает действительно сложные и многообразные пути решения задачи причем дает их так что игрок о них и знать то не знает поскольку никто ему о них не говорит это еще одно важное отличие морровинда от всех последующих игр серии здесь никто не ведет тебя за ручку нет квестового маркер нет быстрого перемещения ну почти есть платный общественный транспорт но его маршруты весьма ограничены есть лишь не слишком точные указания типа иди туда-то потом поверни на север и держись реки пока не дойдешь до пепельных земель почти во всех своих аспектах морровинд подчеркивает свою негостеприимность ты здесь чужак тебе здесь не рады и вовсе этого не скрывать но при этом игра не бьет игрока по рукам за инициативность исследуй рискуй и может быть если повезет получишь действительно ценную награду хотя подгонка мира под уровень в игре присутствует она сводится в основном к тому что во внешнем мире действительно сильные противники появляются по мере роста игрока в остальном же почти все оружие награды объекты не писи никак не левелятся и служат естественными преградами на пути слишком слабого персонажа или напротив ложатся под меч как тропичные куклы перед сильным это создает великолепное чувство прогресса роста над собой даже осмеянная многими неофитами боевка которая откровенно говоря не сильно отстает от того что в итоге сделали в обливионе и скайриме своими промахами в начале контрастная теняет практически полное их отсутствие в конце когда на первом уровне не можешь с 5 попытки скастовать фаербол это обидно но когда на 70 лупишь во все стороны самопальным спеллом имбо ноги пламенной ярости наносящий по сотне дамага сразу всеми стихиями по площади вот это уже действительно крутое чувство что вселенная ложится к твоим ногам чуждости постепенно приходит на смену узнавание и привыкание это странный и непонятный мир постепенно становится своим родным исхоженным и истоптанным длинная запутанная сеть квестов заданий задачек порой неожиданно переплетающихся друг с другом становится проводником на пути который у каждого выходит чрезвычайно индивидуально на это же работает широкий набор навыков и видов вооружения от кинжалов до катан посохов до арбалетов копья булавы молоты луки голые руки куча заклинаний которые к тому же можно изготавливать самостоятельно привет скорее это не просто шоп побольше здесь количество переходит в качество работы именно на индивидуализацию геймплея досыпаем возможность алхимичить очень комплексной зелья зачаровывать не менее комплексными эффектами самостоятельно или за денежку и в сумме выходит сложный глубокая ролевая игра которая действительно позволяет погрузиться в окружении конечно он требует к себе повышенного внимания усидчивости и терпения но ни одна хорошая ролевая игра иначе работать и не будет как можно добиться иммерсии мгновенно именно что никак конечно ясно видно где при разработке игры не дожали помимо тысяч багов уймы совсем уж примитивных квестов есть проблема излишне унифицированных неписей когда на один вопрос любой житель скажите ровно то же самое зачастую без поправки на расу пол или регион опять-таки есть немало исключений но все же и конечно проблема решается здоровой ролевической фантазией но факт остается фактом все-таки лично мне кажется что для рпг качество и разнообразие диалогов не менее важно чем изобилие тем для этих самых диалогов к счастью идеальных игр не бывает моровинд не идеален и это определенно проект не для всех но в его нише сложно найти что-то более глубокое и цепляющее я намеренно не касался деталей сюжета и сеттинга игры рискну предположить что те кто в теме и так поняли о чем я а те кто не в теме для них просто преступно портить магию первооткрывательства всем сыру а я пошел обратно топтать пепел эшленда